всем привет привет рада вас снова видеть на своем канале всем отличной пятницы напоминаю что сегодня у нас анонс про пятничные блицы ссылка на раздел сообщества где есть эти анонсы есть в описании под этим под этим видео можете нажать и прочитать какие вопросы будут рассматриваться сегодня а вы видите я что я делаю сейчас я дополняю пятую масть о которой я говорила масть эфира в колоду хочу вложить потому что она сегодня как раз таки возможно поможет если выпадут эти органы в тему нашего с вами сегодняшнего расклада расклад называется семерка выпала расклад называется трудность принятия ответственности за собственную жизнь в чем причина дело в том что нас не учили ответственности за свою жизнь до за то что мы выбираем ту жизнь которой мы хотим жить мы ответственны за свои мысли ответственны за свои эмоции это уровень осознанности и зрелости и об этом сегодня у нас пойдет речь почему мы не хотим быть взрослыми взрослыми не в контексте возраста а взрослые в контексте осознанности и психологической зрелости когда человек достигает такого уровня то ясное дело что он вступает в отношения с людьми именно формате партнерства на равных когда человек не возвышается на другим и не принижает себя таком случае все вот эти вот кармические уроки они либо прорабатываются достаточно быстро во взаимоотношениях до либо потому что человек осознает свои блоки осознает свои ошибки а с другой стороны он как раз таки понимает что причина того что с ним происходит это он да и старается вырасти над самим собой а вот почему не все люди готовы убрать соответственность за собственную жизнь да то есть очень часто встречаешь с тем что не все выбираю я да я например не выбираю эту реальность я не выбираю там 1 5 10 это скорее всего просто могу сказать что этот невежество когда человек не понимает как устроен мир и он не осознает что он действительно делает выбор то что он выбирает обращать внимание на то или иное да то есть он управляет своим собственным вниманием человек не осознает что он что у него происходит голове какие мысли крутятся до что на основе тех мыслей которые он притягивает а он притягивает своим собственным состоянием он притягивает тем во что он верит то есть это эти процессы они происходят неосознанно да то есть где-то на уровне бессознательного и наша задача это осознавать и начать этим управлять вот это как раз и являются высоким уровнем таким осознанность за это нужно брать ответственность нам проще этого не делать почему потому что ответственность она такая интересная штука с одной стороны в ней присутствует свобода а с другой стороны в ней присутствует еще и последствия того выбора который мы делаем вот со свободой нам хочется да нам кажется что вот я свободно я теперь буду выбирать а вот с последствиями мы не всегда согласны и последствия нас пугают страхи вот сегодня мы с этим будем и разбираться значит колоде у нас есть дополнение масти вот посмотрим может быть они выпадут и что нам покажут и так все необходимую информацию сказала про блицы сказала про второй канал ссылка на мой второй канал есть в описании под этим видео нажимаете переходите смотрите комментируйте там тоже есть люди на что я им благодарна которые на постоянной основе комментирует вот но хотелось бы чтобы и на втором канале было больше комментов столько же сколько и на этом так ну давайте приступим позиция номер один голубенький камешек в чем трудность да именно трудность принятия ответственности за свою собственную жизнь да почему в чем даже не почему а трудность вот хочу препятствия вот эти вот посмотреть на в чем препятствия преграды трудность чем трудность принятия ответственности рыцарь мечей знаете некая такая зашоренность я бы сказала своих собственных взглядах есть некая правда но она ваша собственная правда рыцарь мечей этот человек который с одной стороны научился владеть словом на он уже не паш он хочет быть похожим на короля уметь владеть навыками убеждения уметь владеть навыками коммуникации переговоров свободы слова до свободы мысли но дело в том что у рыцаря мечей эти энергии они еще достаточно жесткие то есть нету здесь опыта нету понимания жизни и законов поэтому рыцарь мечей всегда категоричен в отстаивание своей точки зрения это про то когда человек узнает какую-то философию и вот он говорит что есть только одна правда и одна там не знаю вера одна философия одна позиция жизни вот он ее несет и отстаивает очень категорично не принимая разнообразие этого мира и многовариантности поэтому здесь присутствует некая такая зашоренность вот это вот в этом есть трудность в чем именно ваша зашоренность по тройке пендаклей связано с построением чего-то нового здесь скорее всего человек имеет такие знаете лидерские качества и не командный игрок то есть как будто бы знаете вот принятие другого человека и работы в команде вот вам было бы достаточно сложно мир то есть соединение слияние является для вас трудностью слияния с миром слияния с другим мнением другого человека причем смотрите если это например отношения то здесь прекрасно могут быть слияния вы можете растворяться в своем партнере но вы все равно будете желать его изменить изменить его мышление изменить его сознание какие-то его поступки внешне это будет казаться как-то так обволакивающе что да я согласна да я принимаю что ты такой какой то есть но все равно косвенно вот это вот желание изменить продавить другого она будет присутствовать то есть принятие здесь эти тройки пендаклей да вот этой вот тройственности нету мира слияния нету понимания именно целостности нету а почему нету понимания целостности аркан справедливости вот и выпал первое назначат аркан который говорит о том что аркан справедливость я думала в каком контексте здесь у нас выходит вот я просто еще не помню полностью арканы я зачитаю что означает до двойка сосудов она говорит о том что это призыв к приключениям то есть здесь как будто бы знаете это ваш некий такой урок который заключается в том чтобы погрузиться на неизвестную территорию в поисках ответов вы как будто бы это делаете да это беру здесь здесь как будто бы знаете нету желания а нету целостности потому что нету желания познать другую позицию нету желания найти ответы для себя такое чувство вот видите король рыцарь мечей он все равно считает себя в некоторой такой степени королем да у него есть вот этот вот какой-то детский максимализм немножко эгоистичный что я уже знаю вот при причина заключается в том что я уже знаю истину я уже знаю так как надо я уже знаю в чем в чем я права в чем не права чувство знаете как не знаю я не говорю о том что у человека здесь нету знаний нет опыта но хочется сказать знаете иногда бывает такие люди которые возомнили о себе то чего они еще не являются то есть здесь вот ключевое слово что еще не король здесь еще не владеет еще не все знает еще не всем управляет то есть ключевое это и вот для этого слияния не хватает как раз таки двойки сосудов то есть желание погрузиться в чужую территорию то есть знаете вот желание познать познать эту дуальность вот нету здесь какая-то вот эти однобокость не диалог а монолог вот вот это характерно кстати черта рыцаря мечей некий такой монолог я не готов принимать не то чтобы позицию оппонента а как это самое андитота как некое такое противоядие чего-то да вот это вот против чего-то здесь я еще не не готов к этому и вот с этим проблема трудности то есть проще говоря человек не не хочет слушать другую точку зрения не хочу слушать другие взгляды потому что он верит в то что он прав вот чтобы он не говорил да есть единая правда это его что он уже достаточно знает и достаточно ведает так ли это нет паш сосудов здесь тоже говорит о том что это не так почему потому что человек здесь не окончательно спустился на землю не окончательно спустился в недра своего бессознательного вот в свою какую-то теневой сторону он еще полностью не разобрался в этом что ему поможет вот прям все вся масть сосудов да здесь выпадет а здесь ему поможет королева сосудов которая говорит как раз таки о здесь вам надо больше взаимодействовать с вашим бессознательным быть вытаскивать выкорчевывать хочется сказать оттуда именно информацию во себе на самом деле не все знаете что именно вы здесь не знаю вы темные какие-то свои стороны не знаете да ваши темные стороны рыцарь сосудов вот я говорю всю мать что ли я рыцарь сосудов здесь говорит о том что здесь вы свои раны не залечили вот проблема заключается в чем в том что в вашем прошлом опыте к вам на были нанесены какие-то травмы может быть это детские травмы может быть еще какие-то и вот рыцарь сосудов здесь говорит о том что еще не произошло вот это вот излечение до затягивания своих ран и травм на всех уровнях здесь рыцарь у нас изображает это предпоследняя стадия осознанности которая говорит о том что прежде чем человек переродиться заново и придет к осознанности он должен на всех уровнях исцелиться а вы здесь не можете исцелиться на уровне своего бессознательного то есть это могут быть какие-то травмы из ваших прошлых воплощения либо из вашего какого-то прошлого и поэтому вот это рыцарь мечей да вот это вот жесткость во взглядах и нежелание принять позицию оппонента ну то есть допустить что и другой человек да тоже ну в этом есть что-то то есть прежде чем отвечать что-то другому человеку да можно промолчать либо если вам говорят какой-то совет просто послушать его не прислушаться а послушать то здесь такого допущения вообще нет если вам что-то говорит вам надо сразу ответить если вам что-то порекомендовали вы сразу отказываетесь то есть вот это вот жесткость рыцаря мечей она вас как говорится в том что вы сразу проецируете что-то болезненное из вашего прошлого я нам идет как раз ки из недр вашей души и вашего бессознательного то есть это очень очень глубоко здесь какие-то травмы теневые аспекты и их нужно излечить вот как только вы их излечите еще расскажу рыцарь жезлов не король а именно рыцарь жезлов в масти сосудов это предпоследняя ступень к осознанности да то есть последняя ступень это туз сосудов туз сосудов это вот непосредственно когда произошло излечение и души и тела и разума то есть они все находятся в гармонии все находятся в балансе у вас тогда только происходит вот это вот как раз таки ну зрелая позиция психологическая здесь ее пока нету что вам поможет в принципе я сказала да что нужно погрузиться что вам нужно увидеть давайте посмотрим что вам нужно увидеть шут шут вам нужно нужно погрузиться в свой хаос и увидишь что вас останавливает от вашего развития и вот здесь выпала шестерка сосудов я вам просто покажу как она выглядит на такой кача как как казан и 6 сосудов внизу до человек сидит и у него в голове как раз таки голубь этот аркан говорит про откровение то есть встреча с богиней встреча как раз таки вот с королевой сосудов встреча с нашим бессознательным то есть когда это происходит вот это встреча с нашим бессознательным мы так находя богиню до своем бессознательным мы с ним соединяемся высшим акте самоуравновешивание и самоосвобождение с этим и мы получаем награду то здесь шестерка кубков говорит о том что вам как будто бы надо лицом к лицу встретиться с вашей тьмой то что вас пугает вот есть что-то внутри вас что вас пугает что-то здесь такое глубокое говорят о том что вы прилил выпали много арканов из новой масти здесь как будто не хватает какого-то инсайта вот для того что произошло вот это исцеление что это за сознание туз мечей и ваша тьма она связана с тем что вы не принимаете решение и вы от чего-то закрываетесь а чего он тут закрываетесь от императрицы то здесь страх знаете быть женщиной особенно этот расклад подойдет если вы женщина здесь на самом деле вся проблема вся трудно заключается в том что вы боитесь быть женщиной возможно я скажу несколько предположений здесь речь идет знаете здесь очень глубоко здесь не только про это воплощение возможно касается прошлых воплощения когда вы понимали что женщины быть опасно либо женщины быть невыгодно да то есть женщина она не является как будто бы человеком да вот как было в прошлых там я не знаю века когда женщинами не считались вот здесь какой-то страх именно быть императрицей то есть той которая повелевает да может быть вы боитесь свою женскую силу до власть насколько вы можете быть властными именно в теле женщины насколько это может вам разбить сердце чего именно вы здесь боитесь женщине начало туз жезлов и восьмерка кубков вы знаете здесь как будто бы восьмерка сосудов восьмерка сосудов говорит о том что знаете с одной стороны вы как будто бы посмотрели свои светлые стороны и темные стороны да и двинулись в путь дальше сейчас я даже зачитаю что здесь написано про восьмерку сосудов борьба и возможно отказ вернуться до вернуться к себе обратно домой к себе здесь написано возвращение сложнее чем мы предполагаем почему потому что путь заблокирован а заблокирован какими-то внешними факторами и мы почувствуем что совсем не хотим возвращаться то есть вот возврат к себе познание к себе здесь этот путь он заблокирован чем заблокирован аркан суда какая-то интересная такая история я даже не ожидала что так повернется расклад но здесь идет какая-то блокировка либо высшими силами дали бы какая какой-то кармический урок либо какая-то родовая здесь история идет связанные с предком с предками в этом контексте либо семейная какая-то история которая связана с королем кубков с любовью так значит мы поехали куда-то в прошлое воплощение что-то здесь было прошлом воплощении связанное именно с любовью кстати это может касаться этого воплощения если у вас не складываются взаимоотношения уже темно стало да я темно видно если у вас не складываются взаимоотношения здесь как-то вопрос из прошлого связанный с любовью связана с чувствами связанные также с ребенком и вот десятка пендакли смотрите здесь какая-то у вас болезненная история связана как раз таки семьей у вас была семья вас было ребенок и был человек здесь варианты могут быть кучи не сложилось утратили ребенка забрали у вас мужа не знаю не не могли выйти замуж по любви либо вышли замуж и это была какая-то там несчастливая то есть вот вот все что связано с официальными отношениями здесь будет проблема то есть я могу предположить что вас отношения доходят до какого-то серьезного этапа только вы переходите на тему совместного проживания что-то такого более серьезного как они будут рушиться здесь какой-то кармический урок который вам нужно пройти и поэтому вы не идете в императрицу здесь вообще и поскольку вы не идете в императрицу то есть вот принятие своей силы женской да здесь не про статус здесь не про паспорт не про печать а именно про бессознательное принятие своей силы женской насколько я имею право вот именно разрешительные системы до влиять управлять здесь были какие-то внешние силы которые вам мешали и не давали быть счастливой именно в браке в семье и вот этого травма из прошлых воплощений вот сто процентов если в этом то я не знаю здесь у вас какой-то неудачный брак когда третьи люди вмешивались и здесь прямо заякорился как а какая-то какая-то боли теперь вы от этого закрываете в от своей императрицы закрываетесь и вот это вот как раз ки является принятие почему я не хочу брать на ответственность на себя вам это надо исцелить и как только у вас это получится вы прям придете сделать огромный большой прорыв своей жизни в свое воплощение и вы сможете прийти к высокому уровню осознанность еще расскажу здесь выпал рыцарь кубков рыцарь сосудов это вот прям очень высокий высокий такой не знаю чем что ли высокий уровень осознанности когда ахим произошел а химический процесс последнего очищения через кипение да когда очищается все самое последнее то есть здесь как будто вы знаете не хватает какой-то последнего прыжка последнего рывка если вы примете вот это вот свои какую-то боль свою какую-то несостоятельность вот этот вот урок какой-то кармический здесь очень сильно можете вырасти в уровне сознания вообще-то я начинала с чего-то другого да ну ладно вот в этом ваша трудность дальше у меня был вопрос чем причина в принципе мы посмотрели с чего вам начать давайте так скажу потому что вам надо погружаться бессознательно бессознательно это то что вы не понимаете то что вы не осознаете если вы это не осознаете самостоятельно будет очень сложно вам нужен кто-то кто вам будет это показывать это может быть ваш партнер это может быть психолог психотерапевт какой-то специалист который должен показать вот эту вот этот хаос это тьму здесь вот понимаете есть стихия тьмы есть стихия жизни вот здесь вам тьму необходимо понять тогда это даст вам понимание жизни чего вам начать с работы своего над своим эго видите вот этот вот хаос это связано с вашим эго с ним надо с ним кубков тем состоянием который не дает вам двигаться вам что-то тут на шепту на шептовой да нам и так хорошо да по четверке жезла зачем нам дальше развиваться зачем нам дальше двигаться зачем нам что-то узнавать вам нужно сделать выбор по шестерке кубков по шестерке кубку что я говорю про паркану влюбленным вам нужно научиться выбирать свои мысли и выбирать всегда движение вперед не не останавливаться в 4 вам надо постоянно себя двигать понимаете у вас я по моему в понедельник говорила про раз по раскладе нас выпадал в первой позиции 2 2 двойки кубков то есть не желание дату и желание быть в гармонии в этом состоянии когда хорошо фоново нежелание двигаться вот здесь об этом речь идет вам нужно постоянно развиваться постоянно находиться вот в каком-то состоянии движение себя выходить из четверки пендакли из какой-то стабильности до аркан колесницы говорит о том что необходимо двигаться восьмерка кубков тоже говорит вот надо уходить от чего вам нужно уходить от того что вы не можете как-то определиться вам нужно постоянно делать выбор то есть осознавать кто делает этот выбор я что я выбираю кстати да вопрос же в чем трудность в принятии ответственности за собственную жизнь вот вам нужно уже сейчас научиться осознанно отдавать себе отчет в том что я выбираю вот прежде чем я не знаю совершить какое-то действие кому-то ответить с кем-то встретиться куда-то пойти то есть перед тем как совершать любое действие который имеет знать отношение к другим людям до взаимодействия с другими людьми вы должны себя останавливать им говорить о том что я сейчас выбираю то что я скажу это это мой выбор и вот что я выбираю допустим хотите куда-то пойти остановитесь две секунды подумайте я выбираю почему я выбираю пойти туда это мой выбор вы должны себе все время напоминать что это ваш выбор так постепенно постепенно вы придете как раз таки вот здесь путем от обратного мы идем к своей императрицы когда вы будете понимать что вы научитесь вот этой вашей женской силе власти через то что вы берете ответственность особенно касательно своих эмоций то что вы чувствуете у тройка жезлов это поможет вам развиваться вот именно останавливать прежде чем допустим вам кто-то что-то сказал да либо что-то написал прежде чем ему ответить остановите себя на секунду до пробудитесь дайте себе секунду на то что встрепенитесь встряхните себя скажите что все я нахожусь в осознанной позиции то есть я проснулся я пробудился я не сплю то что я сейчас буду говорить то что я сейчас буду делать это мой выбор вот вам нужно вот это понимать потому что когда вы это не не делаете у вас проявляется эгоизм да то есть вы можете на кого-то там обижаться можете на кого-то кричать можете как-то расстраиваться то есть вот это вот реакция это по сути проявление вашего эго и вот здесь не бороться с вашим эго да а встретиться то есть допустим вам кто-то задел вас до за больное место вы хотите дать отпор вот вам нужно остановиться и сказать кто сейчас решает я или мое эго мое эго хочет дать отпор моего хочет защититься моего хочет оскорбить моего эго хочет там я не знаю как-то как этот справедливость даже жажды крови хочется сказать моего сейчас хочет рыцаря мечей хочет рубить все налево направо она ничего не видит у нее есть свое правда у него есть у эго да у него есть свое своя правда вот здесь об этом вот тогда постепенно постепенно да вы сможете прийти к моменту ответственности но все равно вот здесь вот мне кажется что вот свою императрицу да в прошлом вам вам нужно проработать но если вы не сделаете в этом воплощении в следующем карась то есть это никуда не уйдет здесь что-то связано женщинами смотрите на свою маму посмотрите на своих бабушек смотрите на женщин в своей семье что-то здесь женщинами не так именно в теме отношений не в теме реализации там здоровья или еще что-то вот именно в теме отношений вы как будто вы здесь выбираете быть одной и в этом ваша сила чем быть с мужчиной не знаю здесь король кубков и императрица может быть вы себе выбираете каких-то слабых таких партнеров они до вас не дотягивают они как будто бы вас обесценивают и вот вы вроде бы выбрать не можете нормального партнера себе и с другой стороны вы нуждаете как будто бы ну опустить себя свои свои стандарты императрицы до уровня короля кубков тем самым обесцениваете это не есть хорошо и поэтому вам как будто бы и это не дают то есть обесценить потому что это неправильно но и с другой стороны вы не выбираете императора потому что есть какие-то травмы вы же не случайно выбираете себе кубкового партнера мягкого здесь вопрос любовью я не могу понять здесь что-то идет связанное с любовью напишите если кто-то знает да что-то из своих предыдущих прошлых воплощений на может быть были какие-то моменты может быть в этом были нет не вот не идет здесь далеко далеко то есть это даже может быть это не ваши может быть это ваши мамы ваши бабушки может вы слышали историю в своей семье где-то там какая-то тетя может быть что-то вот именно женской женской линии но здесь здесь какой-то сценарий понимаете который связан привязан к женщинам вот это надо проработать так это была первая позиция да интересно можно было бы здесь покопаться но не хочу слишком глубокий делать расклад ну то есть долгие я имею ввиду не глубокие долгие так понимаю что просто так здесь не не разобраться почти сколько 1 4 наверное колоды так интересно и интересная масса сосудов так вторая позиция красный камешек двоечки смотрим трудность в принятии ответственность за собственную жизнь да в чем ваша трудность принять ответственность за свою жизнь вашей силе на силе что здесь не так с этой силой король сосудов король сосудов говорит про активности говорит про это солнце это яркость это активность что здесь не так с этой активностью ноги нужно работать все поняла вы как будто бы боитесь быть более решительными что ли вы боитесь быть более брать на себя как-то лидерские какие-то качества до двигать воодушевлять то есть здесь такое наверное ощущение что вам кажется опять же ключевое кажется что вы вот как некая такая серая мышка да не способна и напоминает как фильм когда вот это как этот фильм был старый страшная мария и как она там знаете как образ серой мышки которая вдруг неожиданно при правильных обстоятельствах в правильных руках хочется сказать превращается в королеву до красоты вот изящества и все такое вот здесь вот примерно то же самое то есть здесь есть как какие-то страхи страхи над которыми нужно работать вот это связано вот я я боюсь проявить себя я боюсь заявить о себе я боюсь показать на что я способна я боюсь взять инициативу в свои руки здесь об этом и восьмерка педагоги говорит о том что над этим нужно работать здесь есть вот эти страхи а в чем причина этих страхов да почему почему вы так хочет сказать забитые да почему вы этого боитесь аркан умеренности аркан умеренности живая мертвая вода живая мертвая вода о чем он говорит здесь кто бы сомневался из новой масти из сосуда выпала четверка четверка сосуда почему я говорю кто бы сомневался потому что здесь все время двойки они находятся в контакте с силами до с высшими силами вот в данном случае вам покажет даже здесь изображен ангел ну не знаю насколько видно здесь вот тогда может быть и видно слишком далеко просто на улице светло у нас и в комнате бы как бы света я не включала цену темно ангел здесь изображен и четверка сосуда в данном случае говорит о том что когда ученик готов до учитель всегда появляется почему меренность иркан умеренности архангел изображен и здесь архангел изображен замечательный вопрос речь идет о том что когда ученик готов всегда появляется учитель с подсказками и он говорит дает некий такой артефакт некую подсказку куда и как идти что делать а про страхи было да почему почему здесь как будто бы вам нужно меня в чем причина вам как будто бы нужно переродиться переродиться своих страхах у вас для этого есть подсказка здесь смотрите чем что написано да то есть четверка сосудов это сверхъестественная помощь то есть помощь свыше она вам как будто бы необходимо мне такое ощущение что вам ее уже дают как только мы готовы проводник дает артефакты освещу освещающие путь чем причина да почему вы боитесь потому что вам нужно переродиться и здесь есть помощь свыше да здесь дается вам помощь подсказка как вам это сделать как вам это сделать оживить причем аркан умеренности соединение двух сил здесь идет вода пассивность и огонь активность и у нас здесь как раз таки выпал король сосудов да то есть это огонь даже не огонь до огонь эфир здесь действия а что за подсказка вам дается что за подсказка вам дается король пендагли возможно вам дали мужчину такого пассивного короля пендагли медленного приземленного до который вот у которому необходимо вот это вот огонь и ность секундочку синит какой-то расклад такой очень глубокий я не совсем улавливаю эти энергии потому что добавила новую масть масть сосудов она такая эфира на другие вибрации здесь пошли какая-то новая волна идет новая энергия мы спросили почему у вас есть страх взять на себя ответственность быть более решительные потому что здесь надо переродиться и вам дают здесь подсказку через человека короля пендагли через человека приземленного человека который не хочет развиваться человека человека материального практичного но недостаточно интеллектуально развитого что здесь за подсказка через него здесь вот во всех понимаете так интересно выпадают аркады во всех аркадах которые здесь выпали на вашу позицию есть одна и та же символика дуальность это огонь и вода да то есть красная птица и белая птица либо это крылья красные и белые то символика красно-белая она здесь присутствует но белая здесь как голубой да то есть вода для того чтобы вы сфокусировались для того чтобы вы как-то свои энергии примирили внутри себя да то есть здесь должен произойти внутри вас какой-то союз я поняла то здесь исцеление идет через примирение двойственности вот этой вашей дуальности и вам дают такого человека вот именно приземленного материального до скорее всего очень медлительного для того чтобы вы как-то брали больше активность чтобы вы его подгоняли чтобы вы его развивали то есть возможно вашем окружении есть это не обязательно муж хоть выпадает король пендаглида либо такие люди вам даются какие-то медленные для чего для того чтобы вас вызывали вот какое-то желание помогать им в развитии как-то я не знаю сподвигать мотивировать то есть вот чтобы через этих людей вы проявляли свои вот эти вот огненные огненные энергии как будто бы об этого человека вы начинаете развивать себе эти энергии ну так а в чем причина в чем причина трудности да хоть мы посмотрели в страхах но в чем причина девятки кубков вашей закрытости вот аркан помешанного выпал и аркан луны причина того что ваших страхов да что вы все никак не можете исцелиться она как раз таки связана в вашей неуверенности да в в том что вот вы как-то зависаете вы не понимаете вы уходите в себя то есть вы не открываетесь вы не коммуницируете а вы вы как будто бы чувствуете себя как-то на ступеньку ниже что ли других людей причем здесь смотрите как интересно вам дают человека короля пиндакли который сам по себе такое знаете не то чтобы недалеки а это люди которые вот в принципе они работают руками ну вот проще говоря колхозники да ничего не имею против людей я просто говорю что если поставить например аристократа и колхозника один который ест с ножом и вилкой да и там я не знаю изучил там поэзию знает маяковского есенина наизусть и знает еще там я не знаю несколько иностранных языков куча куча всего то есть я просто хочу показать на контрасте разницу и знание другого человека который может там я не знаю сеять разбираться в земле понимать в удобрениях там как разводить виноград то делать из него вино и все в принципе ну то есть ему не интересно его уровень интереса он связан как когда эти купечество да как-то приумножать блага понимание земли и вот все такое и с другой стороны вот это вот мечом вас интеллект развитие один вообще не понимает зачем нужен интеллект это трата времени читать книжки а другой не понимает насколько можно быть таким ограниченным и ну в кавычках убогим то есть на контрасте и здесь получается то что вот вам дают условно говоря вот такого крестьянина работяку прекрасный хороший человек очень медлительный но он стабильный ограниченный своих собственных желаний до желания у него только одно получать удовольствие да ну хорошо поработали да теперь можно и поесть как мы текер дюймовочки на этот лягушка этот жених дюймов очки говорим вот поели теперь можно и поспать ну вот поспали теперь можно и поесть вот это из этой категории и тут появляетесь вы человек с которым такой знаете уточенный вот как раз нет что показала до примеру от этого аристократа и вот условно говоря ваша задача показать ему обогатить то есть посмотри что что еще есть в этом мире не то что ты плохое я хорошая сейчас тебя научу уму-разуму нет а в плане того что вот у меня ведь контраст на улице светло комнате темно я темная получается вот на контрасте для того чтобы вам показали смотри какого человека мы тебе даем и ты на его фоне до условно говоря звездочка чтоб ты проявляла активность чтоб ты показывала чтоб ты вела то есть вот эти вот свои качества вы можете как разки показать на контрасте с такого с таким уровнем людей но вы наоборот считаете себя вот как-то вот принижаете да то есть вам нужно здесь пересмотреть по аркану повешенному свои взгляды то есть вместо того чтобы вы светились на фоне такого человека вы наоборот себя как-то занижаете и здесь очень сильные страхи у вас идут по аркану лабиринтовым причем это знаете это какие-то стены проблемы которым вы выстраиваете и появляются вашей жизни проблемы они связаны с тем что вы знаете как придаете значимость но не себе а именно этим людям да то есть они важнее чем вы они значимы а вы как будто бы жертва вы ниже чем больше не придаете значимость тем больше возникает проблема то есть уберите значимость и выровняйте да вот этот вот баланс который вам дается и проблема сама по себе исчезнет потому что сила равновесия все выровнят то есть задача существует только тогда когда вы условно говоря и и придумали через большую ценность предали именно вот этой проблемы как вам это по-другому сказать ешкин кот иногда бывает так не знаю такая глупая такая проблема надо сделать ремонт и я не могу определиться и в какого цвета будут стены и где купить эту краску как договориться и так далее так далее вот и вы этом продаете очень много значения то есть об этом много думаете как не можете определиться и этот вам сложно и вот все такое здесь речь идет о том что а снести градус значимости ну окей это просто ремонт да какая разница какого цвета там будут стены ну словно говорят о розовые или там бежевые какие нравится такие красные не понравится сегодня до послезавтра перекрасишь ну то есть проще как-то относиться и тогда вот когда взгляд ваш меняется да и значимость проблемы она спадает то и сама проблема по себе она как будто бы уже не имеет ну вот повторюсь на все расскажу да не имеет значимости то есть и проблемы по сути разрушается нету вот здесь вот лабиринта он об этом и говорит о том что стены которые вокруг себя вы взрастили просто потому что ну проще говоря занижаете себя и возвышается других людей и от этого вам страшно да потому что вам кажется что я дар не дотягиваю до до этого человека либо я так не могу королева кубков на дне говорит нас ваших переживания вот в этом заключается страх вы боитесь разницы себя от других людей и вот это вот сравнивание она идет не вашу пользу вы не в свою пользу сравниваете и отсюда вы не берете ответственность потому что вы боитесь проявить свою инициативу пройтись проявить свою активность потому что вам кажется что в вот это вот бог на рядом со мной и куда я с ним буду тягаться а на самом деле вы просто ну придали много ценности этому человеку посмотрите на него по другим углом ну не такой уж он идеальный не такие высокие слишком и стандарты когда вы стандарт этого человека опускаете а себя наоборот чуть-чуть поднимаете вы становитесь на равных я не говорю чтобы вы человека пускали для себя его че спускайте себя поднимаете вы становитесь на равных и тогда можете проявлять вот эту вот активности и брать ответственность за свою жизнь вот об этом была речь но вам идут подсказки да здесь подсказки от высших сил идут так и что вам нужно делать здесь вам нужно если еще нет такой подсказки то во первых то что я сказала является тоже уже подсказкой будьте более внимательны на вашем пути есть есть знаки говорящий о том что пришло время пришло время переродиться то есть вот вот свое прошлое да вот это вот по отшельнику переверку по повешенному перевернуть то есть старое должно сгнить когда она сгнивает она становится удобрением для чего-то нового то есть вам нужно не бояться отпустить свои прошлые взгляды свои прошлые позиции то есть так как вы делали в прошлом ну это не факт что она будет и она верна и из-за эту позицию надо держаться отпускайте ее позиция номер три троечки смотрим трудность в принятии ответственности за собственную жизнь до в чем причина какие у вас здесь трудности взять на себя ответственность на свою жизнь дьявол какие дьявол о чем нам здесь говорит дьявол да я смотрю сейчас так как да здесь так интересно здесь пара мужчина и женщина в классике в аркане влюбленных изображен архангел и женщина смотрит на архангела а мужчина смотрит на женщину и такая отрисовка она не случайно потому что женщина идет как олицетворение нашего бессознательного а мужчина в контексте нашего эго контексте нашего сознания и вот здесь идет как будто бы в аркане влюбленных там идет такое благословение до свыше для того чтобы человек познал свою животную природу да мы для того чтобы он стал человеком в контексте чина он должен проработать вместе со своим бессознательным то есть соединиться проработав свои инстинкты к чему я это говорю к тому что вот ваши позиции да вот в этом аркане здесь наоборот здесь значит изображен дьявол и на него смотрит мужчина а женщина она сидит мужчина стоит а женщина сидит и она смотрит на меня то есть здесь символика говорит о том что здесь мужчина то есть наше сознательное наше эго смотрит на дьявола то есть не к тому прислушиваемся не к тем информатором то есть здесь нужно наоборот слушать женщину слушать наше бессознательное инстинкты, оно приведет, то есть вместе с соединением с мужским энергием, то есть вот эта вот пассивность, оно приведет нас как раз-таки обратно к райскому саду. А здесь не происходит, здесь человек делает акцент на свой ум, на свое сознание, а им управляет в данном случае дьявол. Причем дьявол очень такая интересная энергия сейчас идет о том, что он дает знания, но здесь идет искажение, знания, которые он дает, они искажены через обман, через хитрость, и сознание, оно как будто бы этот обман воспринимает как истину, а девушка здесь сидит такая молчаливая, то есть на нее вообще не обращают внимания, ее не слышат, то есть вы не слушаете свою интуицию, вы не слушаете свой внутренний какой-то голос, а ваше сознание с вами играет игрой, оно вас обманывает здесь. В чем оно вас обманывает? Ну вот восьмерка мечей, правильно трактую, оно вас ограничивает. Причем в этом аркане тоже еще кто опять же такой интересный, завязанные глаза, здесь у девушки не знаю, видите или нет, прям вот так, наверное, восьмерка мечей, классики. Здесь как будто бы, хотела что-то сказать, видите, упустила поток. Здесь речь идет о том, что опять же обман в своем сознании, все эти восемь мечей, они стоят за спиной девушки, и ей кажется, что она связана по рукам, потому что у нее связаны руки, но у нее повязка на глазах, она не видит, она не видит реальность такой, какая она есть, и на фоне здесь главы, да, то есть в верхней части, как раз то, что связано за наш ум, да, за наше сознательное восприятие, там на фоне черная луна, то есть в голове полная тьма, полный мрак, непонимание, да, непонимание, потому что есть какие-то вот эти вот заборы, мысли, которые ограничивают, которые останавливают, и вот это как раз и то, что посылает дьявол именно вам, то есть трудность принятия ответственности за собственную жизнь, она связана как раз таки с какими-то убеждениями, с тем, что вы не видите, как обстоят дела на самом деле, а как обстоят на самом деле, что вы тут не видите, что вами управляет пятерка кубков, что вы сокрушаетесь о том, о чем теряете, вы акцент делаете на негативе, на том, что ушло, на том, что невозможно вернуть, вы акцент делаете на то, что отдаляет вас от вашей осознанности, от вашей зрелости, вы все время как будто бы мыслите через слова, как жаль, как жаль, что это не случилось, либо как жаль, что я уже не смогу иметь то, что я хочу. Здесь какая-то скука тоже проскальзывает, здесь очень много иллюзий, здесь очень много иллюзий, вот в чем иллюзия, в чем иллюзия дьявола здесь, в девятке пендакли, то есть в том, что вы несостоятельны, либо в том, что вы не можете такой быть, в том, что вы несостоятельны, либо в том, что вы не можете. вот ваша иллюзия в том что по королеве кубков что вы не можете стать таким человеком здесь как будто бы не знаю упущенные шансы что ли вот вы пактин больше делать на то что я знаю время прошло я уже больше не могу но у меня нету времени на то чтобы учиться да то есть не не могу изменить я все через какие-то переживания того что я упустила какие-то шансы потому что я спросила вы не такой несостоятельно здесь выпадает у спиндакли нет вы можете здесь есть даже шанс потому что вы получили то что вы хотите но вот вы все время крутитесь в иллюзиях в иллюзиях еще раз что это за иллюзии короля жезлов иллюзии своего будущего что вот вы никогда не сможете не знаю сделать правильный выбор прийти какой-то какому-то балансу что вы не будете победителем что вы не сможете реализовать свои амбиции что вы не будете удовлетворены от того что вы достигли какие-то свои желания что вы сможете прийти к равновесию вы вы в это как будто бы не верите почему вот в этом трудность понимаете здесь как будто бы человек говорит себе зачем я буду ответственное все равно за свою жизнь странно у меня это не получится да все равно это это как у того какая-то недостижимая цель для вас вот вы из заранее как-то отказываетесь от этого всего почему колесо фортуны и знаю может быть вы считаете себя неудачником двойка кубков о чем она нам тут говорит маг я не могу сказать что вы себя считаете неудачниками я бы сказала наоборот что вы может быть а может быть здесь идет обратное что вы считаете себя наоборот уже гармоничным таким сбалансированным человеком что зачем вообще мне это все нужно да то есть я уже маг волшебник и да и поэтому смыслом не бороться до в этом луна поэтому я и не буду ничего выбирать может быть вы считаете по дьяволу да может быть вы считаете что вы уже достигли здесь два варианта один вариант который говорит о том что вы считаете что вам не нужна вот эта ответственность и это осознанность когда вы живете в балансе до души балансе разума и в балансе тела когда вот эти три составляющие они пришли в единение объединение и достигли своей наивысшей точке данной на 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 и выше и на высшего пика с одной стороны а с другой стороны здесь здесь ли либо вы уже вам кажется что вы дошли либо наоборот вы не понимаете зачем вам это нужно здесь выбором вопрос выбора связан вопрос выбора десятка сосудов о чем она говорит мастер двух миров когда достиг достигнут уже баланс между духовным и материальным приз принесенный на поверхность то есть осознанность позволяет ответить на вопросы которые положили началу путешествие то здесь как будто бы здесь две категории людей да то есть одни которые действительно стремятся к этому а другие которые не понимают а зачем им нужно ладно если вы не понимаете окей здесь я не буду с этим разбираться потому что но не всем это нужно не понимает значит еще не время да может быть и действительно в этом воплощении не нужно а вот те которые достигли вот этой ответственности да ну то есть я который уже взял ответственность за собственную жизнь и считает себя пиком у здесь вот совершенство здесь какая-то такая интересная позиция то есть кто-то себя уже считает пик совершенства в контексте того что я уже нахожусь балансе я уже нахожусь вот эти вот это двойка кубков и маг я уже нахожусь гармонии я уже нахожусь балансе души и тела и своего сознания и я уже по аркану звезды достигла своего вот этой своей звездной ну эти кто-то зазвездился звездные позиции тройка сосудов о чем нам здесь говорить тройка сосудов на самом деле вы здесь находитесь в этапе подготовки и здесь просто есть страхи и сомнения которые останавливают оставят вас ставят под угрозу весь вас путь то есть нужен здесь нужно применить силу воли и предусмотрительность для того чтобы двигаться по этому пути на самом деле вы только находитесь в тройке сосудов находитесь не в конечном не в пиком даже до половины не дошли то есть вы как будто бы вот я говорю не понимание да зачем и сомнения зачем вам двигаться до к этой осознанности брать вот эту вот ответственность на себя здесь страхи и страхи и сомнения вот этот вот у дьявол обман здесь и показывает страхи и сомнения и они вас не пускают что вы здесь боитесь что вы здесь боитесь отшельник вы боитесь что вы не найдете ответ на вопрос вы боитесь что это долгий путь вы добавите что это долгий путь и семерка сосудов о чем здесь говорит семерка сосуда говорит дорога возвращения до что долго будете по этому пути идти и возвращение после достижения личной цели здесь вступает в игру неожиданные новые вызовы то есть здесь как будто бы вам кажется что этот путь он он бесконечный что ему никогда нет конца и края что это вообще это процесс поэтому вы не понимаете зачем зачем мне достигать осознанность что это не какой-то конечный этап а это вообще сам сам процесс сам путь а кто-то здесь может может бояться тоже чем он столкнется на этом пути здесь дуальность которая проходит в этом аркане до семерки сосудов новой масти в этой колоде она связана как раз таки с тем что вот это как это вот это вот как раз таки про это да в одной из более древних колод не помню чья это была колода там изображен в аркане дьявола изображен бафомет и у него написан алхимический на руках написан алхимический девиз разлагай и объединяй либо разделяй и соединяй что-то такое да там на латыни написано вот здесь вот смысл заключается в том что и в семерке сосудов также идет речь об этом о том что человек с алхимические точки зрения да он разделяет на добро и зло разделяет на мысли и чувства и он старается каждая из этих составляющих понять то есть здесь человеку надо разобраться что что есть его чувства что есть его мысли это про разделяй а потом надо собирать то есть то что вы поняли то что вы осознали потом собрать во что-то новое нечто новое и вот это вот нечто новое это будет являться вашим призом это будет вашей осознанностью то Здесь нужно разделять то, что вас отдаляет от счастья, и сделать акцент на то, что делает вас счастливым, то есть то, что делает вас более осознанным. Здесь об этом речь идёт. То есть вы как будто понимаете, что осознанность – это путь, но вы не понимаете точку Б, к чему этот путь приведёт. И в некоторой степени зависаете в поисках, и не можете понять, чего вы ищете. Здесь подсказка идёт о том, что вам нужно разделить, отделить свои эмоции от мыслей, разобраться по отдельности, что такое мысли, что такое эмоции, откуда они появляются, вот их природу, и потом заново соединить. И таким образом родится что-то новое в вас, вот это новое, вот этот вот инсайт, он поможет вам понять себя, понять вот этот приз, который вы получите, и вы получите нового себя, новое себя. Это будет как будто бы подсказка свыше, потому что четвёрка мечей говорит о том, что человек уходит на отдых, потому что он сам самостоятельно не может уже решить задачу в тройке мечей. Он утратил эту способность, и он полностью себя передаёт, и отдаёт высшим силам. И вот здесь вот как раз таки вот этот процесс, то есть вам нужно разбираться немножечко в своих мыслях и в своих чувствах. Здесь не совсем вы понимаете это, поэтому у нас выходило то, что вы не верите в то, что вы сможете стать самодостаточным человеком, целостным, осознанным по девятке пятаклей. Почему? Потому что с одной стороны выпадает королева кубков, эмоции, переживания, я волнуюсь, потому что вы не понимаете природу своих эмоций. А с другой стороны здесь знаки, да? А с другой стороны выпадает восьмёрка мечей с дьяволом, то есть игры, игры нашего сознания, игры нашего рационального восприятия, искажённого немножко. И поэтому вам надо разбираться в своих эмоциях, в своих мыслях, когда вы это сделаете, а иерофант выпадает у нас на дне колоды, да? Ваше мировоззрение изменится. Вы как раз вот здесь вот четвёрки мечей, да? Он молится, он обращается к высшим силам, вы получите подсказку, да? Подсказка. Причём, иерофант противоположность дьявола, да? Здесь вы вскроете истину, вы увидите вот этот свет, вы увидите искажение вашего дьявола, поэтому здесь на самом деле, да, очень интересная такая позиция вышла. Как бы вас дьявол не обманывал, его задача всё-таки заключается в том, чтобы вы задумались и начали разбираться, откуда появляются мысли, ваши ли они или нет, вообще природу мысли, что такое эмоции. Здесь по отшельнику в этом нужно действительно в этом углубиться, в это углубиться. Когда вы углубитесь и поймёте, у вас уйдут страхи, которые вас пугали на вашем пути, да? Которые не давали вам двигаться. Отсюда вы сами себе говорили то, что, ну, зачем мне быть победителем? Ну, то есть я не понимаю, в чём смысл, да? В чём смысл быть ответственной за свою жизнь? Да, как-то так. И поэтому многие считали, что я уже нахожусь, да? То есть у меня уже есть некие такие знания, вот, и считали, что знание, это всё-таки является уровень осознанности. На самом деле, эта игра была нашего сознания, дьявола, да? Вот так выглядит оттуда сосудов. Не знаю, насколько вам видно слияние души, разума и тела, да? То есть идеальный такой баланс. Конечное. Конечный этап в алхимии делания. Вот, то, к чему стремились алхимики. Вот об этом был сегодня расклад. Не знаю, насколько он вам понравился, насколько он слишком философский, либо слишком трудный восприятие, но... Так. Солнышко. Вот так. Но как вышло, так вышло. Да и тема такая была, да? Трудность в принятии ответственности за собственную жизнь. Надо мне самой пересмотреть. Я здесь загадала позицию, да? Надо самой пересмотреть. Потому что, когда выкладывала, я не всегда могу держать в голове информацию. Я потом её пересматриваю. Я прощаюсь с вами. Напоминаю, что сегодня вышел анонс на Блиц-консультации. Он вышел в разделе сообщества. Ссылка на раздел сообщества есть под этим видео. Переходите, читайте, приходите на Блиц-консультации. А я с вами прощаюсь. Всем отличной недели, прекрасных выходных. Отдыхайте, восстанавливайтесь, грейтесь на солнышке. И мы с вами увидимся в понедельник. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok